Евангелие от Иоанна, глава 4 Надлежало же ему проходить через Самарию. И так приходит он в самарийский город, называемый Сихарь, возле участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утомившись от пути, сел у колодца. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. И Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как это ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, всякий, пьющий эту воду, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, господин, дай мне такой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, потому что у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на этой горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу. Вы не знаете, чему кланяйтесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине, ибо таких поклонников отец ищет себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. И Иисус говорит ей, это Я, который говорю с тобою. В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили Его, говоря, «Рави, ешь!» Но Он сказал им, «У Меня есть пища, которой вы не знаете». Поэтому ученики говорили между собою, «Разве кто принес Ему есть?» И Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить его дело». Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А Я говорю вам, поднимите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в их труд. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня. И еще большее число уверовало по слову его. А женщине то и говорили, уже не по словам твоим веруем, ибо сами мы слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос. По прошествии же двух дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видевши все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в кану галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Царедворец говорит ему, Господи, прийди, пока не умер сын мой. Иисус говорит ему, пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали, сын твой здоров. Он спросил у них, в котором часу стало ему легче? Ему сказали, вчера в седьмом часу горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, сын твой здоров, и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok